И последнее. В подмосковном Новогорске и на спортивных базах Московской области в эти дни проходят альтернативные всероссийские соревнования для спортсменов, отстраненных от Паралимпиады в Рио-де-Жанейро. Паралимпийцы Якутии выступают успешно. За соревнованиями наблюдает Василий Посельский. Нешуточные страсти разворачиваются на прекрасно оборудованных спортивных площадках учебно-тренировочного центра Новогорска. Пауэрлифтер Владимир Болынец, толкнув штангу весом 175 килограммов, стал обладателем медали бронзовой чеканки российского отлива. Закончил с результатом 175 килограмм, увеличил на 5 килограмм по сравнению с Лондоном, Олимпиадой. Результатом доволен. Мог бы больше, лучше, не хватило адреналина, соперничества, конкуренции. Провосходно выступила и член сборной России по плаванию Анастасия Деодорова. В классе С-6 наша землячка проплыла 100-метровую дистанцию с результатом 1 минута 26,6 секунды, что соответствует бронзовой медали Паралимпиады в Рио. Я не могу считать эти соревнования каким-то, я победитель или не победитель. Это просто как про стартовку, и мы смотрим свои результаты. Дождливо, ощутимым ветром московская погода не помешала Степаниде Артахиновой показать достойные результаты в стрельбе из лука. Сегодня вся надежда в финальных сериях. В альтернативной Паралимпиаде спортсмены России проявляют стойкость и готовность к блистательным победам. Василий Посельский, НВК САХА, Москва.